Приветствую вас. Первое, что нужно сделать в абсолютно обязательном порядке, это заключить антисуицидальный контракт с психологом. То есть, что это значит? Это значит, что вы обещаете, даете обещание не убить себя, ну вот, скажем так, не убить себя, ну, в течение хотя бы там двух, недель. И за эти две недели вы будете общаться с психотерапевтами, вот, с психологами, ну, в зависимости от того, кого вы выберете для работы, для работы над собой. Вот. И, соответственно, это позволит вам, да, это позволит вам, значит, ну, скажем так, найти в себе, по крайней мере, силы для того, чтобы не хотеть любить себя. За это время можно будет разобрать, что именно произошло с вами, как так вышло, что без, ну, без своей мамы вы не готовы жить, по какой, значит, причине жизнь потеряла для вас всякий-всякий смысл, когда мама не стала, вот. Соответственно, маму, вам, вашу, нужно будет опустить, вот, то есть, в буквальном смысле слова, опустить, да, то есть, то есть, проститься с ней. Для этого есть, для этого есть, способы для этого есть, средства, вот. И дальше, отпустив её, и вы сможете, соответственно, начать уже, уже дальнейшую жизнь. Вот. Ну, нужно ещё учесть, что есть определённые стадии, стадии проживания утраты, скажем так. Вот. То есть, это отрицания, гнев, гнев, отрицание, смирение, принятие. Ну, примерно так. Вот каждый из этих стадий вам нужно пройти. Сейчас, мне кажется, вы стадии отрицания, вы не можете принять того, что случилось, не хотите, может быть, даже принимать того, что случилось. Вот. Ну, и вам нужна в этом, как минимум, как минимум, в этом вам нужна поддержка и помощь. И, собственно говоря, помощь и поддержку вы можете получить у нас, то есть, вот, на нашем ресурсе, на нашем сайте. Вот. У нас есть специалистов, тогда и силы постепенно появятся. То есть, не нужно думать, не нужно думать, что вот сейчас у вас сил нет, потом что-то произойдёт. Волшебно, да, и волшебным образом силы появится. Вот. Так не бывает. Но, сперва вам нужно заключить антицизидальный контракт. А потом, потом, собственно, нужно выяснить, чего же хотела для вас ваша мама. Чего бы она для вас хотела. Вот. Вот так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Если потребность, желание покончить с собой будет слишком сильной, то вам нужно будет определить. Обратиться к врачу по месту жительства для того, чтобы уже врач вам оказал соответствующую помощь. Ну, если будет угроза вашей жизни. Вот. Ну и, конечно же, конечно же, совсем хорошо, совсем хорошо было бы, если бы у вас были... были какие-то родственники, у вас были бы какие-то близкие люди. Вот. которые, собственно говоря, могли бы помочь вам. Потому что, вот, в той ситуации, в какой вы оказались, очень, очень важно не оставаться одной. Вот. Ну и, конечно, разобрать то, почему со смертью вашей мамы для вас пропатируем всякий смысл жизни, и был ли он вообще в таком случае смысл жизни для вас. Вот. Ну, мне кажется, что разобраться с этим тоже необходимо. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Понимаю, что это немного, но... пока что так. Пока что так. Не пренебрегайте помощью специалистов, обращайтесь. Есть и бесплатные виды помощи в таких ситуациях. Вот. Не пренебрегайте помощью специалистов, и вам обязательно помогут. Мы вам обязательно поможем. Вы не одна. Поддержка есть, и она, по сути дела, рядом. Вам нужно только её взять. Вот. Эм... То, что вы сделали сейчас, да, вы, грубо говоря, обратились к нам за помощью на ресурс. Это важный шаг. Очень важный шаг. Но это только начало. Вот. Я понимаю ваш вопрос, почему вы задаёте такой вопрос, где взят силы. Вот. Вот. И... Эм... Сила не находится в вас. Просто вам, именно вам, нужно увидеть их. Понимаете? Вам нужно увидеть свои силы. И тогда, я думаю, что... Проблема будет обращена. Конечно, эм... Сопровождение с психологом, конечно, там ещё... Ну, ещё раз повторю, что... Одна вы... Может быть... Не справитесь. Одна вы, может быть... Эм... Не сможете... Эм... Пережить... То, что... С вами произошло. Вот. Эм... Ну, тем не менее. На этом всё. Я надеюсь, что... Помог вам. Если... У вас... Остались дополнительные вопросы... Эм... Не стесняйтесь. Задавайте. Если вам нужно выговориться. Так же, не стесняйтесь. Пишите. Я помогу... Помогу вам. Ну, ну, если... Ко мне обратитесь, именно. Эм... Если понравился мой ответ, буду благодарен, если... Вы... Эм... Сделайте его лучшим. А я вам желаю всего... Эм... Самого доброго. И удачи вам. Продолжение следует... Всё... Нанимён. Продолжение следует... Чтобы... Продолжение следует...